Недавно родителям купили новый телевизор, поймали 20 цифровых каналов. Телеканал СТС есть, но Нотабена в нем нет. Ну, как бы, без местных новостей родители не привыкли жить. И не надо. Мы поможем родителям Ульяны Кузочкиной вернуть наши новости. Это просто. Для того, чтобы смотреть и цифровое, и аналоговое телевидение, где есть Нотабена, мы подготовили инструкцию. И на примере Ульяниного телевизора как раз попробуем все это соединить. Итак, инструкция подтверждает, что телевизор ловит только цифру, так как доступно только 20 каналов. Далее выбираем столбец «Новый телевизор» и читаем. Подключить две антенны, метровую и дециметровую. Для этого потребуется сумматор. Для нас, наверное, девочек это очень сложно. Вот, Олег, что же все-таки нам нужно делать? Это Олег Чернявский. Мы взяли его с собой, так как лучше, когда есть помощь мужчин. А еще Олег – главный инженер медиагруппы Юг-Сибири. И на цифры, и аналоги, как говорится, собаку съел. Ульяна, в вашем случае вы принимаете только цифровые каналы, значит, у вас дециметровая антенна. Чтобы нам смотреть аналоговые каналы и Нотабены в том числе, нам нужна будет метровая антенна. Метровая антенна – та самая, которая раньше у всех висела за окном или стояла на крыше. У Ульяны такая сохранилась. Если у вас нет, то придется сходить в магазин радиотоваров. Да, это затраты, но они, поверьте, не глобальны и на года. Итак, антенна для аналога обойдется рублей в 700, а сумматор или по-простому смеситель, о котором говорится в инструкции – 100 рублей. Выглядит вот так. А теперь, как всем этим пользоваться, покажем наглядно. Нужно отключить от телевизора антенну, через которую мы сейчас смотрим цифру, присоединить ее к смесителю. Все, берем кабель от другой антенны, присоединяем ко второму входу сумматора. И нам останется только выход смесителя присоединить к телевизору. Для этого понадобится еще один кабель. После соединения второй конец возвращаем в разъем телевизора, где раньше была антенна. Все, осталось только зайти в меню телевизора и включить поиск. Найдено 20 цифровых каналов, найдено 10 эфирных аналоговых каналов. Распознать канал, где будут новости Нотабена, просто. Это СТС, справа значок ТВ7, внизу бегущая строка и прогноз погоды. Если возиться с подключением не хочется, да и каналов желаете больше, чем 30, то есть альтернативный вариант – кабельный или IPTV. Подключать его самим уже не придется, все сделают специалисты. Важно выбрать тех операторов, в чем в списке каналов есть Нотабена. Это Скат, Альфател Плюс, Телецентр, Орион Телеком и Ростелеком. Еще один плюс кабельных операторов в том, что они дают скидки пенсионерам, а заодно могут и интернет подключить. Если у вас остались вопросы, то инструкцию, которой мы сегодня пользовались, можете найти на нашем сайте. Ситиви7.ру Эту памятку вы также можете взять у нас в офисе медиагруппы Юг Сибири в Абакане по адресу щетинки на 29 или звонить нам в рабочее время в редакцию по номеру 222 700. Анастасия Павлова, Евгений Сульбереков, Нотабена.